Восемь утра, будни. А пар Гагарина уже живет полноценной жизнью. Жители города приходят сюда заниматься спортом и гулять с детьми. В 2012 году начался ремонт парка. Сейчас он завершен на две трети. К 30 октября текущего года подрядчик обещает завершить работу. Аэлита приходит в пар Гагарина ежедневно. Говорит, каждое утро привыкла начинать с разминки на свежем воздухе. С интересом наблюдала за тем, как преображался парк. И сейчас с результатом довольна. В последнее время изменилось. К лучшему это заметно. И радуюсь, что место появилось для того, чтобы ребята занимались. В основном мальчики. Мы здесь играем часто в баскетбол. С ребенком прихожу, вместе с ним играю. Здесь либо с мячом, либо здесь занимаемся. Убрали этот весь огромный алкоголь в огромном количестве. Приятно стало здесь гулять, где нет этих бутылок. Все чистим, аккуратно. Да, очень тихо, приятно. Благоустройством парка занимается администрация города. В ближайшее время здесь появятся контейнерные площадки, подходы к спортивным сооружениям. Реконструкции ждет и стадион. На нем отремонтируют трибуны и оборудуют навесами от солнца и дождя. Получится профессиональное поле с искусственным покрытием, освещением, раздевалками и душевыми. Появится возможность проводить легкоатлетические соревнования. Мы завершаем сейчас проектирование отдельных элементов, связанных с точками подключения коммунальных ресурсов по футбольному стадиону. Но эти вопросы тоже решаемы и уже на финальной стадии. Проект уже практически готов. И также в самое ближайшее время, я думаю, в июне тут начнутся работы. Первый заместитель главы Виктор Кудряшов осмотрел территорию. Выявил недочеты предыдущих работ. Особых нареканий к подрядчику нет. Не взошли многолетние цветы в клумбах. Их заменят однолетними. На газонах появится автоматический полив. В прошлом году часть асфальтового покрытия уже заменили. Оставшиеся обновят в ближайшее время. Валерия Квасневская, Станислав Левин. События. Станислав Левин.